И сейчас все рассказывают, что и орехи, и крупы, и злаки, и даже овощи и фрукты поражены афлотоксинами. Как нейтрализовать их действия в питании с помощью Айрведы? Ну, во-первых, я уверен, что это одна из таких тем, которая просто сейчас широко раскручивается. Это вы знаете, как все предыдущие темы уже переживали все. Все блогеры об этом рассказали с разных сторон, ну, к примеру, про геркулес, можно ли его есть, как его есть и так далее. Кстати, если вас интересует, я про геркулес тоже могу записать с точки зрения Айрведы. И действительно, такие злаки, как, допустим, овес, из которого делается геркулес, пшеница, кукуруза, очень сильно подвержены заражениям вот этих веществ, которые называются микотоксины. Появляется много плесени, соответственно, микотоксины, они выделяют ядовитые вещества, которые и называются афлотоксинами. Соответственно, если они попадают в организм, то они вызывают множество проблем и нарушений гастрита, дискинезии и много-много других проблем. Также они очень быстро через пищеварение попадают в лимфосистему и, соответственно, распространяются по телу. И в то же время некоторые из этих токсинов мы можем даже улавливать кожей и глазами, то есть как бы впитывать их внутрь. Но что можно сделать с такими токсинами? То есть это как раз та категория токсинов, которая относится к АМИ. Токсины, зашлакованность, накопление в организме, и они могут влиять на разные ткани. Мы, к сожалению, не можем полностью как-то знать или предотвратить встречу или контакт с микотоксинами, потому что многие продукты, которые мы едим, мы не всегда знаем, где они произведены. И как они хранились. Соответственно, что Аюльведа рекомендует в этом случае? Она рекомендует, чтобы мы просто периодически проходили очищение организма. И не просто очищение, не просто печень почистить. При этом микрофлора кишечника может быть также нарушена. А почистить весь организм. Соответственно, это поможет человеку улучшить свое состояние, вывести токсины. И даже если у вас, допустим, там, ну, к примеру, я стараюсь делать каждый год панчикарму. Если у вас накопилось немножечко токсинов, вы тоже их выведите, улучшите свои системы. А если у вас накопилось много, то вы также их можете вывести. Поэтому в Аюрведе считается, что когда в организме накапливаются токсины, начинаются различные хронические заболевания, которые могут быть связаны с мегатоксинами, ну и, конечно же, афлотоксинами. Чем они опасны? Это то, что если у вас много АМИ, и они появляются в организме, то раковые опухоли вам прям, вы к ней идете, можно сказать. Соответственно, чтобы это все предотвратить, лучше делать панчикарму. В панчикарме это рвотные процедуры, слабительные процедуры, клизмы. Это закапывание в нос различных масел, а также кровопускание. Есть еще использование пьявок, которые относятся к кровоспусканию. То есть в зависимости от своего времени вы можете делать периодически кровопускание в виде герудотерапии. Можно, кстати, сдавать свою кровь. И также вы можете проходить полностью панчикарму. Для этого или вы делаете ее сами, или проходите со мной млайм, или же вы едете в Индию, кстати, я раз в году езжу и тоже вожу с собой различных пациентов, студентов. Поэтому можете присоединяться к группе. Рекомендую вам хотя бы раз в году чистить себя, вне зависимости от возраста. И я могу сказать, я сам практикую рвот 25 лет, и могу сказать, что большое количество людей именно с хроническими заболеваниями ездит со мной много лет. И у них реально хороший результат. Тем более, что на панчикарму есть огромное количество исследований. Вы можете посмотреть их в интернете, если особенно вы читаете на английском. Исследования, которые показывают лечение, скажем так, именно те варианты, которые... Ну, рассказывают о тех болезнях, которые лечатся с помощью панчикармы, и показывают результаты. Поэтому вы можете почитать в интернете и понять, насколько этот процесс важен, как для людей после 50, после 60, так и для молодых, которым 25 и выше лет. Берегите себя и, конечно же, используйте и делайте себе хотя бы периодический панчикарм. Продолжение следует...